Дети большой планеты Спасибо вам, дорогие, за то, что спасли нам мир, За то, что сроком сражаться в жизнь последних сил. В земле предавали рада, обстрелянные тела. Спасибо вам, ветераны, спасибо вам, ветераны. От нас он могло и хлопать. Пусть планы цветут садами, спасибо вы вечно с нами, Война нам урок отнесла. Мы чтим этот яркий подвиг и память о вас храним, Ведь в вас умирали сотни, а мир для тем не один. Дарова, на счастье, детям, же роскоши на земле, Так пусть будет мир на свете, а хлеб белый на столе. Спасибо вам, дорогие, за то, что спасли нам мир, За то, что сроком сражаться в жизнь последних сил. В земле предавали рада, обстрелянные тела. Спасибо вам, ветераны, спасибо вам, ветераны. От нас вам поко и хлопать. Пусть планы цветут садами, спасибо вы вечно с нами, Война нам урок поднесла. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Я даю мощный поджизненный, мне не в годах она помогает. Я умею народ веселю, я умею поют и играю. Я же пусть дружу у меня, очень души когда-то свистая. И я очень серьезно сейчас, я и весь, и вот здесь отвечаю. Вы любите народу, вы любите народу, дорогую его Россию. Только в топочке трон запоет у народу, а в рукою болеть вместе с ними. Только в топочке трон запоет у народу, а в рукою болеть вместе с ними. Песня. 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 ПЕСНЯ 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 А мы предлагаем вашему вниманию танец с мамами. Мамы наши очень волнуются, даже больше, чем дети. Просим вас поддержать их бурными аплодисментами. Встречайте! ПЕСНЯ 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 И встречаем Людмилу Фёдорову! Лёгкий школьный вальс тоже был у нас, И ручка была такая. Но любовь сейчас, Наша вся власть За пружинами юга родовая. ПЕСНЯ Фронтовой запад У лесных дорог Был приюмем и умеет тоскою. Но сказал солдат, Что лежать не смог, Мы с тобой, сестра, Ещё станцуем. Ах, сестра, как мел, Вдруг запетла пасть, Вот он закачался в земле, Улыбнулась в стен Это я, я пас, Пас лиза катилась на улыбку. Сколько лет прошло, Не могу забыть, Тот мотив, который пелся с болью. Только лет прошло, Не могу забыть, Мужество солдатское И волю. Мужество солдатское И волю. Мужество солдатское Мужество солдатское И волю. Мужество солдатское И волю. Мужество солдатское И волю. Мужество солдатское И волю. Мужество солдатское Мужество солдатское И волю. Мужество солдатское Мужество солдатское И волю. Мужество солдатское Да мою родной, да терпи родной, Не домой вздохнуть, злого родной. Мы за вас горой, мы за нас стеной, Всю нас с тобой, и ничего равно. Ах, я выпила, да запал не тот, Я сплясала вы, да не хочется. В это жизнь идёт, и война идёт, Неизвестно, что раньше кончится. Да мою родной, да терпи родной, Не домой вздохнуть, злого родной. Мы за вас горой, мы за нас стеной, Всю нас с тобой, и ничего равно. Все у нас порно. АПЛОДИСМЕНТЫ Команда «Откраска» Николай Ярцев. Команда «Откраска» Николай Ярцев. Команда «Откраска» Николай Ярцев. Был рыжим, как из рыжиков рогу, Рыжим, словно обессины вознину. Мать шутила, мать веселая была, Я солнышко сыночка родила, А другой был чёрный-чёрный у неё, Чёрным бутом греши и смольё. Хохотала над разбросами она, Хохотала над разбросами она, Хохотала над разбросами она, Говорила, слишком ночь была черна, В сорок первом, сорок памятном году, Прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба домоя, соль земли, Поклонились маме в пояс и ушли. Довелось в бою почуять молодым, Рыжий, пешеный огонь и чёрный дым, Слою зелень застоявшихся полей, Слою зелень застоявшихся полей, Серый цветный фронтовым косметалей. Оба сына, оба двое, два крыла, Воевали до победы в мачах талах, Не удивила, не кляла она судьбу, Пахоронка обошла её языком. Повезло и привалило счастье вдруг, Повезло одной на три села вокруг. Повезло и привезло, повезло и привезло, Повезло и привезло, Повезло и привезло и привезло, Но оба сына породились в село. Оба сына, оба двое полоте стать, Золотистых орденов не сосчитать, В сонах я сидят редком плещу-плещу, Руки целы, ноги целы, что еще? Кринют зеленое вино, как повелось, У обоих изменился цвет волос. Стали волосы смертельной белизны, Стали волосы смертельной белизны, Стали волосы смертельной белизны, Видно много белокраски в войне. Стали волосы смертельной белизны, Стали волосы смертельной белизны, Стали волосы смертельной белизны, Ведь много белокраски у войны. ПЕСНЯ 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 Дорогие друзья, нам очень волнительно сейчас представить вам пример спектакля. Спектакля, который создавался на материале, который мы собирали долгое время. Многих людей, которые давали материал, которые рассказывали о том времени-лехолетии, уже даже нет живых. Это Шалеева Тамара Ивановна, Гуляев Василий Сергеевич, Шилова Тамара Васильевна, Юшина Клавдия Ивановна и многие-многие другие. И нам очень хочется, чтобы вы оценили то, что мы с ребятами, дети, молодежь попытались сделать. Так что мы желаем вам приятного просмотра и надеемся, что вам понравится. Мы представляем вашему вниманию отрывок из спектакля «По праву памяти», который основан на воспоминаниях жителей нашего поселения о годах Великой Отечественной войны. В основу композиции положены неотправленные письма моей бабушке Клавдии Ивановны Юшиной своему отцу, моему прадедушке Локсику Ивану Михайловичу, погибшему в бою по Смоленскому, нашим бабушкам и дедушкам, нашим землякам, потерявшим во время Великой Отечественной своих отцов и матерей, детям войны посвящаются. Посмотрите, а мне папа подарил вот такую куклу, видите, какая она красивая. А меня папа научил летать, да сорока-белопок научи меня летать. Невысоко, недалеко, а вот так. А мне папа вот такого петушка из города привез. Папа. Кузнятина. Охот? Охот вы где? А тебе что, папа, подарил? Что тебе, папа, подарил? А у меня нет подарка, но мой папа меня очень сильно любит, и это самый лучший для меня подарок. Тоже мне подарок. Посмотрите на мой самолет. Вот это подарок, так подарок. Отец мы селим. Кокотик, крокотик, это котик. В белом тумане белая стая, Белые войны нашей России. Милые мальчики, раз, два, три, раз, два, три. В вальс на Голгофу вас пригласили. Петельные саженки, дети вчерашние, Парами в вальсе за гробом застыли. Милые мальчики, раз, два, три, раз, два, три. В вальс на Голгофу вас пригласили. Малиновый звон, малиновый стон, малиновый стон. Закатный мальчик, малиновый стон. Малиновый сок, да пулевый стон. Ни торгом не пришел обратно. В белом тумане белая стая, Как в подвенечной платье России. Милые барышни, раз, два, три, раз, два, три. В вальс на Голгофу вас пригласили. Катеньки, Дашеньки, банды атласные, Глазки небесные за облачный синий. Милые барышни, раз, два, три, раз, два, три. В вальс на Голгофу вас пригласили. Малиновый звон, малиновый стон, малиновый стон западный. Малиновый сок, да пулевый сок, Никто не ушел обратно. Малиновый стон, малиновый стон, Малиновый сок, да пуля в висок, Никто не пришел обратно. Милые мальчики, раз, два, три, раз, два, три. Милые девочки, раз, два, три, раз, два, три. Белая стаи в белом тумане Это распятые дети России. Здравствуй, папа! Наконец-то я пошла в школу. Решили красное сортилевое платье. В школу пришли очень рано, Чтобы занять лучшую парту. Мою учительница зовут Мария Николаевна. Папа, что же ты не приезжаешь с войны? Мы так интересно сковались. Мой прадед Шила Василий Григорьевич Ушел на фронт в 1941 году. Его дочке, но и прабабочке Тамаре, Тогда было счастливее. А папе, она помнила только, Как он вместе с солдатами под громким марш, Шагал по камерам с тобой. И все дальше, хотя трогали в дом, И осталось даже в таком. Жена умерла, очень рада. Дочки не было и двух лет. А тут война. Тамару определили в детский дом, А я на фронт. Все долгое время читали меня Пропавшим без вести, А нас, неопытных ребят, Тогда же, в 1941, Отправили на фронт, Как пушечное мясо. Мы шли в Атану, А рядом Подрезали на товарищей. Живых не осталось. Мы только учились воевать. Здравствуй, папа. К нам деревня очень немцы. Мы с мамой прячемся в подвале. Очень страшно, и очень холодно. Хочется кушать. Папа, а кто же ты вернешься? Клава, долго мы еще будем сидеть в этом доме? Холодно же. Только второй день сидим, Наверх листяк, в доме немцы. А почему мамке можно? Мамка по-тихому, По конецу спят, Печи растопят, Главную пяточку не несет, Погрелимся. Клавка, я день свочу, Поешь как картошку. Я не могу сырую картошку, Она у меня в горле застревает. О, Господи, Ну чем же я тебя накормлю? А давай поиграем. Давай. Пиром сдобный, Преподобный, На сметане мерсанный, Маслица мамасанный, Пиром в печку посадили, И лопатой подломили, На четвертый посадили, Вот и готовый пирог. Нет, Я бы на настоящем хочу. Дай хлеба, Ты опять за свое. А у меня В животе училась. Ладно, Там в горите Осталось немного серна, Поешь, А вон, Глядишь, Наши солдаты Всех фашистов Мой дед, Гуляев Василий Сергеевич, Был призван на фронт В августе 1941 года. Стал радистом. После разбора немцев Под Москвой Младшего сына Гуляева Направили в Кургунск, Где он и встретил победу. В сне посчастливилось. Я дожил на победу. Видел, Как рождались Мои дети, Внуки И правы. Я много повидал. В 17 лет Окончил Специальный курс Телеграфистов. Оттуда Сразу В Москву. Она находилась В восстанном положении. Мы Санополчам Вернулись в бой, Но нам было поручено Везти на землю Стоять С военными Подразделениями. С чем Мы справлялись Довольно неплохо. С утра Наш в воздух В пост Получат Многих важнейших Военных событий В всю молодость Попробуйте Судат Попробуйте 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 И конечно И всем После военное время Мы всегда будем Помнить И хранить эту память Из поколения В поколение В поколение Дорогой павличка Что же ты не едешь? Как нам трудно жить без тебя? Немцы Советские солдаты Прогнали Из поколения Дорогой павличка Стран Попробуйте Очень страшно А недавно На нашей улице Сновляя Павличка Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ух ты! Настоящая забава! Ой, а мы не займемся! Вот бы и правда рвануть! А что, может и правда бросим одну в сосну на быстреньке? Для тренировки! Пусть лягушки понюкают порох! А то сидят там под коляками и не знают, что на земле война! Ай да! Граната взорвалась у Сеньки в руках! Зацепившись, чекой за обтрепленные рукава отцовского пиджака! Через день Сеньку похоронили! Мы до сих пор не верим, что это произошло с нашими другами! Кажется, что кого-то другого залили в землю! Мой прадедец ушел на фронт в первые дни войны! В 1944 году семья получила священие, которое сохранилось на дашем дне! Ваш сын, гвардия лейтенант Кизлых Николай Владимирович, уроженец Орловской области города Ельца-Дерега-Казинка, вдвою за социалистическую родину, верный воинской присяге, премьер геройства и мужества, был убеден! 15 июля 1944 года ухоронен южный округ Таламмары, Таламасского района в Восточной области, Беларюшинка! Да, я хорошо помню этот бой! Прифорсировали наши войска Америки-Россы, экипаж ИСУ-122, которого я командовал, поддерживал свою магненную ступеньку! Неожиданно для всех вышли танки противника, чтобы спасти товарищей, пришлось принять огонь на себя, иначе бы ребят просто расстреляли! Вдруг, отражившего снаряда, наша машина загорелась! Пехота еще не успела эти наступления, и наш экипаж принял решение остаться на поле боя! Мы вели огонь с горячей машины! Сгорит смерть рак! У нас совсем нечего есть! Красить! Немножко окупаться! При заготовке от заготовка, какие от тебя оставишь, Молодцы перешили сапоги! Мы переменяли на малое количество мыслей! Мы вели все подвижные лисы! В разных шелсоветах ходили по обороне, собирали пушлогоднюю подружку, делали из нее маклеты! Они очень черные! На вкус! В этом весне, в течении двух месяцев, стали зеленью из бутылки! Вместе с директором школы Раиса и Алексеевны, мы с наклассниками собирали его! Одежда у соседей, на вселенной детской господи, Которая за наступки для раненых солдат! Мы стихи читали, песни пели! Они нам лопали и угощали кусочками сапоги! Папа, приезжай скорее! Мы так удивестно сговорились! И не давай себя ранить! Это, наверное, больно! Моя прабабушка, неделяна Екатерина Никитична, поступила на службу 3 июля 1941 года. Оказывала медицинскую помощь во воронительных сражениях, наступательные операции под Москвой, Жевом и другим. В 1942 году назначена начальником приема сортировочного отделения подвижного воспитания 41-й армии, награждена орденом Красной Звезды. Самыми тяжелыми для меня обвинениями на полчан стали ноября 1922 года. В связи с включавшимися покупательными операциями нашей армии в этот период Папочка, где-то сейчас? Вернёшься ты домой, чтобы мы не вредимы. Очень много похоронок приходит к нам в деревню. Я уже боюсь. Кладёте рая, почитаете? К нашему дому приходит. Могу ревнуть, ходить в чёрных платках, но продолжать работать. Мы тоже с вами на воле ходим. Собираем плоски, складываем крысцы, Уходим очень рано. Приходим к красоте сидеть. Гулять всем не остаётся. Ничего, война кончится. Нагуляемся. Папа, тебя очень ждёт. Мой прадед Лобзик Иван Михайлович и два его сына Михаила Васильева Были призваны на фронт в 1942 году. Дома осталась жена Ольга и семьи детей. Среди них моя бабушка Плёхова. Васильевна была мне звезди. 8 августа 1943 года под курсом Лид Михайлович, а через десять дней И с малейшими хранили концерты. Папа и братец с войны не вернулись. Многие вернулись. Но память жива. Она живёт старых фотографиях и пожелтевших писем. Память живёт в каждом из нас. Вспомним всех выпиваниях. Горьем. Горьем. Вспомним своим. Этим нужно не мёртвым. Этим нужно живым. Мечту пронесите через года И жизнь наполните. Ну а тех, кто уже не придёт никогда, Заглянем. Палантись. Спасибо за внимание. А мы ждем вас в 19.00 на праздничном концерте в Дом Культуры. Всего доброго!